Здравствуйте, друзья! Вы на канале Азбука Груминга. И сегодня я поделюсь секретом, как отрастить и сохранить вот такую шикарную длинную шевелюру на гриве вашего выставочного пуделя. Поделюсь всеми секретами, косметическими в том числе, списком инструментов, которые мы используем. А также в этом выпуске расскажу, как завязать вот такие папильотки на длинной шерсти, чтобы сохранить выставочную шерсть вашего пуделя. Процедура эта кропотливая, требует много вашего времени и, в общем-то, косметических и денежных средств на расходные материалы. Поэтому удовольствие не простое и не из дешевых. С вас лайк этому видео, подписка на канал и поехали! У нас в хлам запущенный в варианте. Я также прям в шампунь добавлю три капли. Термозащита, которая позволяет не пересушить шерсть. Идеальная рецептура. Итальянцы на обучении рассказали. К работе я начинаю всегда с тактильного осмотра собаки на предмет колтунов, состояние шерсти. Если это незнакомая собак, состояние кожи обязательно. До мытья мы приводим в порядок коготочки для выставочной собаки. Это особенно важно. Чистим ушки. Ссылки на подробные видео о том, как это сделать, как всегда, в описании к этому ролику. И, в общем-то, моя задача, если на собаке есть сильные колтуны, прочесать и разбить их до того, как я пойду мыть. Расплести гриву. У нас тут гривка в очень печальном состоянии, потому что у нас сейчас Авроша, бешончик, наш щеночек, катается просто на его гриве. И я ее жутко гоняю. Но вот как бы тут у нас есть и колтуны, и сожженные по пельетке. Поэтому наша с вами задача до мытья все это разобрать. Помыт рыжик 10 дней назад где-то, но был сыр и мокрый снег, поэтому он так чуть подскатался. Разбираю гриву. Мы сделаем предмаску. И после этого пойдем купать. Для разбора выставочных животных я обязательно использую спрей для расчесывания H270 из линейки Atami, для того, чтобы не сечь, для того, чтобы увлажнить нашу шерстку. Я пробрызгиваю сейчас зону шара вокруг попельеток. И при помощи разнозубой пуходерки у меня это Delight среднего размера. Зубец длинный, зубец короткий. Она очень здорово разбирает колтуны. Я на спрейчике начинаю отчесывать шерсть от зоны гривы, которая завязана у меня в резинке и в попельетке. Если на боках, на области шара у вас тоже есть подспутанные шерсти колтуны, то это тоже стоит прочесать до начала мытья. Более короткую шерсть я позволяю себе расчесывать пуходеркой. Когда мы перейдем к гриве и шерсти более длинной, я буду использовать уже массажку. И, значит, если на шаре нам тоже нужно подразбить эту шерсть, я ее подбрызгиваю, придерживаю рукой и, смотрите, вот от корня начинаю расчесывать. Мокрый снег, плюс-минус один. В общем-то, всю эту неделю у нас были роскошные условия для шерсти выставочного пуделя, поэтому у нас прям в хлам запущенный вариантик сегодня. Ладно, хоть по корпусу и на ногах у него нет колтунов. Мы отчесали зону шара, если вы сомневаетесь в том, насколько хорошо вы это сделали, можно при помощи гребня проверить себя, не осталось ли там колтунов. Дальше я использую вот такие маленькие ножнички для того, чтобы срезать резинки. Можно использовать любые обычные маленькие ножницы, просто этими удобно то, что здесь есть вот такая вот выемка для резинки, и ими не сострижешь, не срежешь лишнюю шерсть на гриве, потому что бывает, что вместе с резинкой подцепляется еще и шерсть. Ну, а так с тоненькими концами взяли любые ненужные ножницы, непрофессиональные грумерские, заточенные, естественно, и пошли чесать. Срезала резинки, те два хвоста, которые у меня были на резинке, я вот прям этими прядями, в которых эти хвосты были собраны, тоже подчесываю. У меня тут немножко сбитая шерсть, но основной кошмар нам овруха начесала на гриве под попельотками. Более длинную шерсть я уже начинаю идти массажкой от кончиков. Сперва разбиваю концы, а потом прохожу глубже к основанию, к корню шерсти. Потому что если я начну сразу от корней чесать, у меня просто расческа не прочешет. Собачек я с детства выставочных приучаю вот в такой вот позе комфортно лежать. У меня здесь валик скрученный из полотенца. В общем-то, у нас таких валиков много специализированных. Мы их и шьем, там их где-то дарят на выставке. С чинячего возраста у меня собаки все к этой процедуре приучены. И, в общем-то, даже бешеный приучен сушиться тоже в таком положении голову и шею. Это удобно. И перехожу к шерсти на попельотках. Здесь у меня по две резинки. То есть на каждой попельотке. Потом, когда мы будем закручивать, я расскажу подробнее, как это делается. Я резинки все срезаю. Бумагу, если она продранная, то это все идет в мусор. Если в доме нет щенков, которые висят на гриве выставочного пуделя, то целую бумагу ее можно сохранить и использовать второй, третий, четвертый раз до тех пор, пока она не выйдет из целостного состояния. Все, сейчас я пройду по всей гриве, срежу по пельотке. И я, видите, пальчиками у корня сразу разбираю, разбиваю шерсть. Потом мы ее еще обязательно пройдем при помощи массажки. Срезали зону шеи. Сразу я это все... У нас все тут уже в нерабочем состоянии, поэтому мы это смело выбрасываем. Прохожу тщательно спреем, пробрызгиваю гриву. Обратили внимание, что я в процессе, когда расплетала, пальчиками еще подразбирала всю эту шерсть от корней. И дальше по каждой прядочке, в каждую сторону, я начинаю эту гриву прочесывать массажкой. То же самое, иду от концов, ближе, переходя к корням. На тех прядях, где у меня были колтунчики, была более подсвальная шерсть. Вообще, если в собаку никто не играет, вот так вот они не бесятся, то, в общем-то, по пельотке снимаем, и там совершенно нет колтунов. Но сейчас у нас такая ситуация, когда в доме есть щенок. Если щенок даже на 5 минут добрался до гривы, даже пока они в машине вместе ехали, то потом вот такое развлечение ждет нас по разборе гривы. Приходила к нам оврошка, поиграли мы немножко. Все это разбираем по прядочке в каждую сторону. Можете разбирать каждую прядь сразу, как вы ее расплели. И для меня быстрее получается делать это целиком. Сняли по пельотке, разобрали пряди. Значит, с головы мы убрали мягкие резинки, я их сразу выбросила. Не расчесываю массажкой вот отсюда спереди, так как здесь и так шерсть сечется, собака там трется головой, обдирает это всевозможным образом. Если вот эти пряди тоже нужно подразбить, то я с стороны затылочка подбрызгиваю и сзади вот таким образом прочесываю. А именно вот этот прядь спереди не чешу. После того, как мы разобрали всю гриву, мы сняли по пельотке с ушей, тоже разобрали их пальчиками, если необходимо, и со спреем прочесали, чтобы у нас здесь не было никаких платунов и узелков. В общем-то, уши это тоже еще один элемент, который является таким украшением выставочного пуделя. Следующий момент, прежде чем переходить к мытью, я делаю, если мне позволяет время, и собака там у меня на него свежепомытая, на гриву я делаю предмаску, для того, чтобы дополнительно увлажнить, подпитать вот эту длинную шерсть. Если собака у меня после выставки, у нее слой лака или много слоев лака, то я буду использовать пурифинг маска, это из красной технической линейки, очищающая маска. Она здорово удаляет либо остатки масла, если вы на масло там плели, и у вас жирная шерсть здесь, ее сложно очистить, либо остатки как раз лака и выставочной косметики. Бывает, что там несколько дней выставка, 5 слоев лака, потому что ринги, бесты и все остальное. И если шампунем раньше у меня уходило 3-5 помывок шампунем, чтобы это все смыть, то при помощи очищающей маски одно нанесение, 10 минут выдержали, смыли, и дальше та же комбинация шампунем, которую я буду делать. Сейчас я буду мыть для дома, для того, чтобы дополнительно подпитать, увлажнить эту длинную шерсть. Я буду использовать, собака не после выставки, она не шибко грязная, здесь нет остатков какой-то косметики, жира или лака, который мне нужно смыть. Я буду использовать вот такую маску, апельсин с силиконом из линейки фрукты от Грумеров. Она здорово питает, также стимулирует рост шерсти, и она достаточно экономична в использовании. Механику разведения, в общем-то, хоть с пурифингом, хоть с апельсином, или с любой другой маской, которая вам больше нравится, черную страсть можно использовать. В принципе, механика разведения одна и та же. Я беру миску и примерно столовую ложку, чуть меньше, столовую ложку маски. Много не нужно. Сюда пойдет несколько капель масла. Здесь как раз органовое масло из линейки черная страсть. Оно очень здорово увлажняет. Если раньше была особенность, что именно масло нельзя было использовать на белой шерсти, потому что оно давало шелтоватую окраску, то сейчас такой особенности нету. Немножко поменяли состав, поэтому для любого окраса шерсти черную страсть, всю линейку можно использовать смело. В общем-то, на домашний уход за выставочными животными подходит очень здорово. 3-5 капель масла добавляю в маску. И также туда у меня пойдет в два раза меньше, чем у меня было маски, кондиционер PH-баланс. Вот такой вот. Он очень здорово восстанавливает естественный уровень PH, уровень кислотности на коже нашей собаки. В общем-то, во все маски я небольшое количество его добавляю для ухода, но он никогда не повредит. Вот это мы равномерно размешиваем. И начинаем разводить горячей водой. Важно использовать не кипяток, но воду более высокой температуры, для того, чтобы это все развелось равномерно. Если вы нальете теплую или холодную воду, то маска пойдет кусками и не разведется. Ну мой супер ассистент, спасибо большое, принес мне горячей водички. Я ее по чуть-чуть туда добавляю, размешиваю все это. И сейчас она чуть-чуть жиже разведется, и я еще взобью ее при помощи капучинатора. Привезь именно масок из фруктовой линейки, что они экономичны в использовании, и они разводятся, не теряя консистенции. Если вы используете черную страсть или пурифинг маску очищающую, то рекомендация по разведению водичкой 1 к 3 не больше. Вот таким вот образом я ее развела. И при помощи капучинатора сейчас я еще добавлю ей однородности. Видите, она прям вот разбухает и сохраняет консистенцию густой сметаны. То есть маска, конечно, для правильного ее применения она не должна быть как водичка у вас, как кондиционер жидкий. Можно при помощи кисточки, я для экономии времени на самом деле и более равномерного нанесения прям руками, сейчас я просто с кисточки уберу все лишнее, наношу только на зону гривы и ушей. То есть я не делаю предмаску на все остальные зоны. Проверяйте обязательно температуру. Маска должна быть теплой, но не должна быть горячей. Уши, так как здесь тоже длинная шерсть, которая требует от нас особенного ухода и питания. Давай второе ухо, где там у тебя? Да. Пока смотрите, не забывайте большой палец вверх. Как минимум за наши труды, как максимум за послушность нашей модели поставить для нашего ролика. Стараемся на канале делиться, в общем-то, опытом и знаниями от вас в качестве обратной связи за полезность, активность и поддержка в развитии нашего канала. Лайки, репосты, комментарии. Комментарии туда, за что мы вам тоже очень благодарны. Это лучшее выражение поддержки нашего проекта от вас, которое только может быть. Делиться, комментировать и повышать активность. Значит, что я сейчас делаю? Я равномерно по всей длине шерсти на области гривы распределяю маску. И в идеале ее бы хорошо подержать. Я выдерживаю обычно минут 10. Если вдруг у меня много времени, либо я там работаю в салоне и параллельно занимаюсь еще другой работой, выдержать маску дольше можно. Ничего страшного, от этого не будет. То есть, если я завернула собаку и ушла минут на 40, у меня там какая-то накладка по времени, в общем-то, ничего страшного. Она шерсть не пережжет и шерсть будет более напитанной. Промачиваю прямо до кожи. То есть, нам важно, чтобы все компоненты маски, они подействовали не только на шерсть, но и на кожу. Ну и плюс, если у нас были небольшие колтуны, здесь нагревки они у нас были, то маски из апельсиновой линейки, ПЕК также, кондиционер ПЕК из линейки традиционной, они здорово помогают, способствуют в отношении разбора колтунов. И сейчас мы нашу собаку укрываем. Я использую вот такого формата целлофан. Сверху укроем полотенчиком, и он у нас 10 минут будет отмокать, после чего мы пойдем в ванную и перейдем к мытью. Что касается мытья, пока он у нас лежит, сейчас быстренько тоже проанонсирую, чтобы уже на практике нам не отвлекаться. Я домашний уход для выставочных собак отдаю предпочтение зеленой икре. В линейке Эвсенберна раньше это была красная икра, теперь это зеленая икра. Немножко изменились компоненты, но на самом деле действие не изменилось. Она здорово питает, увлажняет, и в то же время поддерживает естественную натуральную текстуру шерсти. То есть если у собаки сама по себе шерсть достаточно хорошая и породная, то на икорной линейке пуделя, бешона можно сделать и к выставке, в том числе не без какой-то текстурной пересушивающей косметики. Первое мытье шампунем у нас пойдет тоже для того, чтобы смыть грязь. Если собака сильно грязная, либо у нас есть остатки выставочной косметики, то на первое мытье я использую пурифинг-шампунь. Это тоже красная линейка. Вот пурифинг-маск у нас была и пурифинг-шампунь. Это своеобразная суперочистка, но суперочистка не за счет того, что у нее очень высокий PH и очень щелочная среда, которая смывает все загрязнения, сильно пересушивая кожу. И суперочищающие шампуни на самом деле могут вызывать аллергические реакции, перхоть на собаках и другие нежелательные эффекты. Пурифинг-шампунь, он на основе белой глины, поэтому он здорово очищает с первого мытья, в то же время не пересушивая шерсть. На сегодняшний момент, на сегодняшнее мытье пурифинг-шампунь не нужно. У меня собака не сильно грязная, она просто чуть подспутанная, и было много мокрого снега. Поэтому его мы использовать не будем. Если мы будем первое мытье мыть белую собаку, то используем Crystal Clean, это для белой шерсти шампунь. Он как раз убирает следы окисления, желтые какие-то пятна, немножко обладает посушивающим эффектом, но на первое мытье мы грязь смоем, и немножечко придадим такой общий белоснежный тон нашей собаке. Так как у меня собака коричневая, ему шампунь для белой шерсти тоже не нужен. Я на первое мытье буду мыть минералашем. Тоже люблю его на выставочных собаках, потому что он способствует ускорению, отращиванию шерсти. На нем здорово восстанавливать после линьки, при смене шерсти, сук после родов. Поэтому сегодня для первого мытья у нас пойдет минералаш с экстрактом плаценты, для стимулирования роста шерсти и для питания шерсти нашей собаки. Мы переехали в ванну. Сейчас смываю теплой водой. Пойдем, малыш, обрадовался. Теплой водой смываю предмазку, в которой у нас собака 10 минут полежала, и обильно смачиваю всю остальную шерсть по телу собаки. Обязательно мордочку, даже несмотря на то, что она бритая. Мы ее тоже моем и шампунем тоже будем промывать. Тщательно массажными движениями промачиваем лапки. Но на самом деле хорошо промыть мы сможем только уже после нанесения шампуня. Просто водой плотную объемную шерсть промочить с первого раза достаточно сложно. Все, предмазка у меня смыта. Сушек еще. Я развожу шампунь для первого мытья. Это будет минералаш. Водичка у меня уже налита. Один к десяти я его разведу. Если у вас есть какие-то зоны на собаке, на которых вы отращиваете дополнительно шерсть, бывает, что это места травмы, может быть, собака что-то где-то съела, вычесала, то на эти зоны можно минералаш нанести в концентрате. И можно выдержать его немножечко дольше. А равномерно по телу его проще наносить, когда он будет разведенный, с водичкой. Сперва лучше наливать воду, потом шампунь. И я также прям в шампунь добавлю 3 капли органового масла черной страсти. Просто для увлажнения дополнительного. Пойдем, малыш. Я во второй шампунь масло лить не буду, для того, чтобы не получилось вдруг у меня жирноватой шерсть, потому что мне потом его нужно немножечко подстричь. И я начинаю с головы собаки равномерно наносить шампунь, в том числе на мордочку. Я лью непосредственно на собаку, не на ладошку, не на ванну. И массажными прочесывающими движениями иду по росту шерсти. То есть я не мою вот так гриву, потому что потом придется ее очень долго расчесывать заново при сушке. И так же равномерно пошли по ножкам. Шампунь должен хорошо мылиться, хорошо пениться. Если вы чувствуете, что он не мылится, то, возможно, вы слишком много добавили воды. Но промывать концентрированным шампунем, промыливать, все-таки и увеличивается расход, и объемную шерсть ее неразведенным шампунем целиком промыть очень тяжело. Если вдруг вы отращиваете, например, зону гривы, то можно отдельно гривку и уши, голову помыть минералашем в концентрате. Ну, мы отращивать все будем с рыжков. Да, малыш? Я прохожу равномерно по шерсти. Все ли у меня промыто, промылено. В том числе важно изнутри лапки, чтобы все было хорошо промылено, равномерно. Сразу готовим шампунь для второго мытья. У меня пойдет икорная линейка. Я также налила водички. Ой-ой-ой-ой-ой, главное не перелить. И развожу. С помпой, конечно, удобней и экономичней. Вот помпа не оказалась у нас на эфрангалоне. Развожу шампунь для второго мытья. Это будет икорная линейка, о которой мы с вами говорили. Пойдем, малыш? Пойдем. Смываю. Смываю первый шампунь собаке. Регулирую температуру воды, чтобы она была комфортной. Если вы работаете со щенком, обязательно посмотрите. У нас на канале есть видео о том, как приучить щенка к процедурам. Потому что если уж выбор ваш пал на породу пудель, даже если собака не выставочная, уход за шерстью ей предстоит еженедельно и на протяжении всей жизни. Поэтому важно, пока ваш щенок маленький, чтобы он вот так спокойно переносил все эти процедуры, очень важно собаку к этим процедурам приучить. Тщательно смываю первый шампунь. Не до хруста, конечно, но чтобы мы все зоны на собаке промыли. Если у вас длинная грива, то на гриву стоит сделать особый акцент. Я сажаю собаку в ванной и отдельно прохожу равномерно по шерсти длинную шерсть на гриве. Убрали лишнюю водичку. Это я, если что, не рыжик. Зоозащитники, не переживайте. Ни один рыжик за время мытья не пострадал. Да мой малыш, да мой сладкий. И совершенно так же наношу второй шампунь. Нанесли шампунь, я еще раз прохожу промыливая, массажными движениями, тщательно промывая. Если шерсть будет не очень хорошо промытая, на ней останется косметика. На косметику будет налипать пыль, а пыльная шерсть будет дополнительно сечься и сохнуть. Поэтому важно, чтобы все зоны на нашей собаке были промылены очень тщательно. Скользко тебе, да? Что-то коврик у нас забрали из ванны. Обычно в металлическую ванну мы стелим резиновый коврик для того, чтобы собака не скользила и чтобы она чувствовала себя при мытье комфортней. Что-то у нас тут кто-то убирался и коврик увел наш. Икорная линия здорово насыщена витаминами и, в общем-то, хорошо питает на домашний уход шерсть выставочных собак. Пока собака постоит в шампуне, я сразу разведу кондиционер. Кондиционер у меня пойдет также из икорной линии. Я его развожу в бутылке с теплой водичкой в пропорции 1 к 10. Если вы хотите дополнительно подпитать и увлажнить шерсть вашей собаки, я бы это делала, например, если бы сейчас перемывала его после выставки, то я бы снова сделала закрывающую маску на зону гривы, как мы делали до мытья, а по остальному телу нанесла бы кондиционер. Либо немножко более разведенную, более жидко маску. Можно использовать, например, до мытья маску черную страсть, а после апельсиновую или наоборот. Либо пурифинг до мытья, чтобы смыть грязь, а апельсинчик для питания. Вот здесь шампунь нужно смыть уже тщательно, как принято говорить, до скрипа, чтобы вода, которая льется с нашей собаки, была совершенно чистой. Удаляю лишнюю водичку. И тщательно размешанный кондиционер. Лучше его тоже заранее в чуть более горячей воде развести, чтобы он у вас не кусками хорошо растворился в водичке. Начинаю наносить. Наношу в первую очередь обильно нагреваю на уши. Да, да ты мой красавец. Чуть-чуть сделаем на мордочку и по корпусу. Также особое внимание стоит уделять уходу за шерстью на скакательных суставах. Вот здесь, потому что здесь мы стараемся тоже отрастить достаточно длинную шерсть. И наши собачки, если ведут активный образ жизни, то эту шерсть они часто стекают себе там. Ее стоит тоже дополнительно увлажнять, питать и ухаживать за ней. Если вы делаете маску, то можно собаку завернуть в полотенце и дать ей 10-15 минут полежать в этой маске для усиления эффекта. Целлофан отражает тепло от тела нашей собаки. И под воздействием тепла действие маски еще сильнее стимулируется. Ну, в общем-то, кондиционер. Вот минутку подержали, пока наносили. Можно 5 минут подержать просто собака, чтобы в ванной постояла. И, в принципе, можно смывать. Все кондиционеры, которые я перечислила, в принципе, не стоит оставлять на шерсти собаки. То есть они предназначены для того, чтобы их потом с шерсти смыть. Есть кондиционеры без смывания, ноу-ринз так называемые. Но вот в данном случае мы такие не используем. Прям скользишь ты, да, малыш? Идем скорее. Идем, здесь не будет скользить тебе. Пошли. Пошли, мой малыш. Все, выдержали кондиционерчик на собаке. И последнее, самое тщательное смывание. Последнее смывание у нас должно быть самым тщательным, для того, чтобы у нас не было остатков косметики на шерсти нашей собаки. Я вот так руками прохожу, отжимаю, убираю лишнюю влагу. Также можно пройти впитывающим полотенцем из искусственной замши, для того, чтобы еще больше воды собрать с собаки. Я готовлю два полотенца. В первое полотенце я собаку заворачиваю. Он уже знает, что сейчас его отсюда вынут. Ему предстоит теплый воздухон и воздух. И второе полотенце у меня уже готово на столе. Я его заранее постелила. Вот так вот. И мы тщательно закутываем нашего пуделя во второе полотенце. Собак я приучаю в таком положении отсыпаться с детства. Поэтому, в общем-то, он достаточно комфортно будет себя чувствовать. Минимум стоит полежать минут 10. Если вы не планируете собаку стричь, то можно и до 40 минут лежать. Какая-то часть шерсти немножко подсохнет естественным путем. Если где-то что-то заложится, если мы собаку потом не стрижем, это не криминально. Если мы феним под стрижку, то 10 минут полежали и все. По секрету, пока мы купались, у нас лежала здесь на очереди еще вторая такая же собака. Видите, она, в общем-то, пролежала совершенно комфортно, молча и тихо. Даже никто не заметил, что она здесь есть. То есть задача к годовалому возрасту любую собаку в гриве приучать вылеживаться вот так в полотенце. Главное, не забыть ее здесь. И спустя 10-15 минут мы приступим с вами к сушке. У нас, наверное, больше 20 минут в итоге рыжий прижал в полотенчике. Вся лишняя влага из него впиталась. Не начинаю сушить сразу, потому что на это уйдет, во-первых, больше времени. И придется дольше пересушивать шерсть. Как девочки, владельцы длинных волос поймут, что когда помоешь голову, если возможность есть, то стараешься максимально ее подержать в полотенчике. Хотела рассказать еще о типе средств, которые я использую для ухода за выставочными собачками. Минерал плюс, витамин H, это лосьончики из минеральной линейки. Они идут для стимулирования, отращивания, восстановления шерсти. Поэтому, если у вас случился какой-то коллапс, а, к сожалению, с выставочными собаками периодически коллапсы случаются, то у меня собака ухо отъела вместе с попельоткой, я ее ухо отращивала. Потому что бывают какие-то еще нюансы, там где-то выгрызанные какие-то, пряди, попельотки и так далее. Поэтому, если где-то я зонарно отращиваю шерсть, то прямо на кожу можно наносить для стимулирования роста лосьоны. Здесь у меня это лосьон олигоэлементы. Он больше идет для укрепления шерсти. То есть я его нанесу на кожу по всей границе гривы. Я его обязательно встряхиваю и прямо на кожу непосредственно. То есть наносить его на шерсть нету вообще никакого смысла. И пока я буду сушить, можно было это сразу после мытья сделать, у меня как раз лосьончик впитается. И, в общем-то, сушить будет удобно и комфортно. Я вот прохожу по голове. Если вы уши отращиваете, то основание ушей также можно промокнуть этим лосьоном. Ну, именно кожу на ушах. Вот таким вот образом. И, в принципе, вот эти лосьоны можно использовать один раз в 2-3 дня уже на сухую кожу. Просто промакивать и вот массажными движениями втирать, чтобы они впитывались также для вот такого питающего, либо стимулирующего рост эффекта. В описании почитайте, вы разберетесь. Там три лосьона. Вот один из них идет для... Почему-то у меня неправильная наклейка на переводе. Это не олигоэлементы. Один из них идет для стимулирования роста, так же как минералаш. И вот для дополнительного питания. Мы переходим к сушке. Сушить я начинаю с самой короткой зоны. В скандинавском льве это, естественно, наша поясница, наша попа. Я буду сушить профессиональным феном. Вы можете использовать... Компрессором, точнее. Вы можете использовать обычный мощный профессиональный фен. Единственное, он будет нагреваться. Его будет достаточно горячо держать. И ему нужно давать профессиональному фену остывать, потому что он греется. Прелесть компрессора в том, что он не греется. И можно долго без перерыва работать. Я делаю сразу максимальную мощность. Горячую температуру. И короткую шерсть прямо вот таким вот образом от корня сушу. Прямо до сухого обдуваю. Вставай, малыш. Вставай. Сзади заднюю поверхность бедра. Сбоку бедро. Попу. Попу. И переходы на шар. То есть там, где на шаре более длинная шерсть, мы уже посушим ее под расческу. А вот на переходах, в общем-то, ее достаточно просто выбить компрессором под большим потоком воздуха, под большим напором. Сделали. И дальше я беру разнозубую походерку, о которой я говорила в самом начале. Большую часть сушки я буду работать именно этой походеркой. Собачку нашу укладываю на бочок. Давай, собачка. Молодец. Обязательно закрываю полотенцем всю шерсть, которую я сейчас сушить не буду, чтобы она у меня не пересохла. То есть нижнюю ножку, вот я пока если не сушу, я ее тоже полотенчиком закрою. И начиная с задней ноги, постепенно сушу. Здесь главное понять сам принцип, я его поясню, а дальше на ускоренке уже посушим собаку. Ну, я посушу в обычном режиме, а вы посмотрите на ускоренку. Значит, мы находим сухую прядь. И в часах эту прядь, я ее вот фиксирую рукой. Я начинаю постепенно из-под руки, по сантиметру, вычесывать новые прядки и отсушиваюсь. Здесь важно дуть в то место, где вы чешете. Именно для этого я фиксирую плечом компрессор. Чтобы четко контролировать, в каком направлении я дую феном. Обязательно изнутри бедра отчесываем. Вот здесь вот шерсть на переходе в шар, потому что она достаточно короткая. И ее нужно отсушить. Пока я сушу лапу снизу, она может пересохнуть. Хвост чешу обязательно к кончику. Раскладываю его вот таким образом на ладошки. Передвигаемся к передней ножке. И здесь я фиксирую локоть и сначала отчетываю подмышку. Там у нас есть небольшие колтунчики. Не захожу туда, на шею, где длинная шерсть с гривы. Аккуратно фиксируем локоток. И начинаю отсушивать шерсть на передней лапе, начиная с локтя. Посушили одну сторону. Сейчас я уберу влажное полотенце со стола, чтобы собака на нем не лежала. И совершенно той же последовательности, ту же процедуру проделаю со второй стороной. И мы с вами включимся уже на сушке гривы. Ложись. Переходим к работе с шерстью на шее. Я сейчас по границе с длинной шерстью также пройду пуходерочкой, как в самом начале, когда разбирали. На гриву я под фен немножечко подбрызну небольшое количество из зеленой икры. Кавиармикс нутритив сыворотка. Это вот такой вот двухфазник, его обязательно надо взболтать перед работой. За счет повышенного, высокого содержания витамина F в составе, он сохраняет влажность волоса. Его надо единственное много не лейте, иначе у вас будет визуально такой эффект, как будто у вас шерсть чуть мокроватая. Это как раз своеобразная, ну скажем так, термозащита, которая позволяет не пересушить шерсть, длинную шерсть на гриве, сохраняя в ней влажность. Равномерно нанесли небольшое количество. Короткую шерсть уходеркой по периметру прохожу. Здесь все короткую шерсть, так же походерочную. И дальше, начиная от лопаток, у меня идет более длинная шерсть. Я убавляю мощность фена и начинаю работать массажкой. Потихонечку, равномерно отчесывая также от кончиков длинную шерсть на гриве. Расчесываю от концов, постепенно переходя к корням. Так как здесь у меня была шерсть немного подспутанная, у меня у корней кое-где на некоторых прядях осталось небольшое количество холтынов. Если совсем какой-то пучочек, то можно пару раз пройти походеркой. И снова массажкой. И вот таким образом, слой за слоем, прядь за прядью, мы проходим всю длинную шерсть. Что касается массажки для длинной шерсти, я использую максипин длиной до зубцов 20 см. Вот как бы качество массажки на самом деле это очень важно при расчесывании гривы, потому что есть большое количество массажных щеток, которые просто берут и секут длинную шерсть. Если есть зона, где шерсть сильно спутанная, чтобы ее не пересушивать, можно пока без фена ее подчесать. У меня здесь есть одна пельотка, на которой очень активно висела оврока. Я ее порасчесываю немножко без фена. Ой, какой красивый! Ой, бравушки! Мы закончили сушку. При помощи пуходерки нужно еще раз пройти и отчесать всю собаку по корпусу, для того, чтобы шерсть не закладывалась, проверить себя. А также вы можете использовать гребень, широкий, тонкий гребень с хорошим шагом между зубчиками, для того, чтобы проверить, насколько тщательно вы прочесали шерсть. То есть расческа, гребень нигде застревать не должен. Если вдруг где-то какая-то шерсть у вас, гребень, цепляется, значит у вас там остался непрочесанный колтунчик. Проверили, подчесали. Следим за тем, чтобы длинная шерсть с лица собаки и с ушей, пока она не завязана, не попадала собаке в рот, иначе она ее отгрызет, и переходим к нашему финальному, наконец, этапу. Дожись, малыш, дожись. Мы будем заплетать гриву в папильотке. Я буду заплетать на средство 10 в 1 икорной линии. Это крем, но я этот крем развожу с небольшим количеством масла Косто. Я открываю прямо из баночки. Крем замечательный, легкий, нежирный и здорово впитывается. Я переливаю его в отдельную банку. Обычно на один пузырек у меня идет где-то 2-3 чайных ложки масла. Масло Косто. Если вы его просто откроете, то оно будет жесткое для того, чтобы... Остатки какой-то собаки предыдущей. Для того, чтобы его смешать, его нужно на паровой бане растопить. У меня оно, видите, как масло выглядит, но для этого нужно его подержать под горячей водичкой. Я беру чайную ложку, чуть меньше, потому что я немного 10 в 1 положила, чуть меньше чайной ложки масла, добавляю его в 10 в 1 и все это смешиваю до равномерного крема. Я это просто делаю в отдельной баночке, развожу. Если делать на чистое масло, то будет немножечко жирновато и липко, а если делать на чистое 10 в 1, то он настолько легкий, что для меня не хватает немножечко вот такого питательного эффекта. А при таком сочетании, это нам итальянцы на обучении подсказали, в общем-то для меня идеальная рецептура достигается. Значит, нам понадобится, кроме массажки, которой мы сушили грибу, хвостик расческа. До основания ушей эту шерсть я делю на две части. Первая половинка разобрали на проборчик, отделили. И голову, если это, соответственно, у нас не выставочное заплетание грибы, то я голову завязываю на мягкие резинки, так как сталкивалась на практике, что есть собаки, когда они решают голову почесать, если там попельётки, то они счёсывают их прям непосредственно вместе с шерстью. Прям передирают, пересекают, и вся шерсть на голове отваливается. Поэтому у меня есть такое правило, что голову, я с этим сталкивалась на своей личной собаке, что голову я на попельётке не завязываю. Потому что мало ли что может у собаки произойти, пока она дома одна сидит. Ушко у неё, может быть, зачесалось, она решила почесать голову, ещё что-то. И вторая прядь – это до основания ушей. То есть если для выставки мы с вами делим эту шерсть на три части, то вот для домашней укладки достаточно на две части. Также фиксирую на мягкую резинку. Подтягиваю шерсть по всему периметру, чтобы ни в коем случае не тянуло ничего, потому что если вы какую-то резиночку пережали, то это будет... Куда ты, малыш? То это будет тянуть, раздражать собаку, она начнёт чесать. И кончик потом я закреплю на попельётку. Пока оставим так. Так, а что-то у нас тут целая прядь беспризорная осталась. Переделаем. На уши я завязываю на чистый пластик, а по гриве я делаю первый слой из рисовой бумаги. Рисовая бумага, она впитывает излишки масла, излишки крема, потому что в чистом пластике, в целлофане шерсть может преть, и можно шерсть испортить. Так, завязали. Значит, для ушей используем пластиковую бумагу для попельёток. Я лист бумаги... Она бывает разных размеров, разной плотности. Здесь уже каждый выберет для себя, в зависимости от размера собаки, то, что больше подойдёт. Я разрезаю на две части и по ушному хрящу отделяю. Всё, что выше вот этого вот стыка у меня уходит в гриву. Всё, что ниже, мы с вами завяжем в ушко. Важный момент, здесь хвостик должен быть достаточно тонким и острым, чтобы было удобно отделять шерсть, потому что если он такой более закруглённый, то шерсть отделять не очень удобно. И у меня пойдут резинки для попельёток. Но вот, к сожалению, остались только не мальчишачьего окраса. Резинки для попельёток, они толстые и жёсткие. Они не подходят для того, чтобы саму шерсть на них заплетать, потому что жестковаты они для этого. Но для того, чтобы зафиксировать пластик, самое то, они прочные, держатся долго. И, собрав шерсть на ушки, я отступаю от кончика уха, фиксирую пластик и вот таким вот образом скручиваю его в тоненькую трубочку. Завязала, основание закрепила и затем мы эту трубочку полученную складываем в три раза. Раз, ой, в два, прошу прощения. Два. И оставшуюся резинку на всю её возможность вот таким вот образом завязываем. Вот наше ухо готово. Если у вас не очень плотно получается завязывать, то можно под пластик завязывать резиночку для того, чтобы себя подстраховать, если вдруг слетит пластик. Но, как правило, под этой резинкой сматывается колтун, поэтому я последние годы так не делаю. Раньше, когда я училась и пробовала завязывать по пельотке, я страховала, конечно, себя резиночкой. Второе видно ухо? Со второй стороны всё то же самое. Для тех, кого интересует укладка и создание каркаса из резинок для выставочного пуделя, у нас также есть на канале обучающее видео на эту тему, коротенькое. Оставлю в описании к ролику этому ссылку. Заходите, смотрите. Я приподнимаю морду, когда завязываю ухо, для того, чтобы завязать его максимально в том положении, в котором собака будет это ухо носить, когда будет бегать, чтобы не стягивать его вперед и не было под ухом пузыря. У края шерсти нужно завязывать достаточно плотно, затягивать. Раз, сложили. Два. И остаток завязали на много-много-много оборотов. Всё, уши наши готовы. Ложись. И дальше у меня пойдёт рисовая бумага. Выглядит она вот так, продаётся тоже в упаковках. Бывают разные длины. Здесь есть одна сторона более гладкая, другая сторона, это пачка листов у меня, другая сторона, она более такая впитывающая. Я завязываю впитывающей стороной к собаке. Заранее готовлю из неё вот такую заготовку. Сперва складываем её в два раза. У шва, у основания, если вам не очень удобно плести, можно сделать вот такую вот маленькую ступеньку, которая добавит плотности основанию этой бумаги. И затем складываем её в двух местах. Также примерно треть бумажки я отделяю. Раз, два. И вот такая заготовочка у меня есть. И я начинаю собирать пряди между ушей. Ширина шага примерно полтора сантиметра от одной полоски до другой. Не делайте сильно широкие попельётки, потому что шерсть у корня попельётки будет путаться. Ну а слишком часто и так-то ничего страшного, лишь бы у вас было терпение их завязывать. отделили. Важно, чтобы на вот этом шве, на вот этом проборчике шерсть была максимально ровно отделена, потому что если часть шерсти попадёт вот с этой части в попельётку, то там у основания на стыке тоже может образоваться колтун. Собрали. Небольшое количество вот из баночки моей заготовленной смеси я беру. Смесь эта с маслом хранится, то есть у неё нет какого-то там ограниченного срока годности. Она стоит, как она заканчивается, я развожу заново. Равномерно, особенно обильно на кончики я наношу крем. Кончики я стараюсь подравнивать. Самые-самые концы, миллиметраж. И вот в чуть влажном состоянии можно вот эту шерсть, чтобы она не попадала, вот таким образом тоже утяжелить остатками крема, чтобы она вам не мешала. И сначала первый слой у меня идёт рисовая бумага. Что ты? Сопротивляется. всё волнение, волнение, дорогие подписчики ютуба. Аж папильотка сопротивляется. И мы в неё, в эту рисовую бумагу вот таким образом упаковали. И дальше складываю её несколько раз, два, и мы сделаем ещё три. Три. Чуть-чуть подтягиваю шерсть на границе для того, чтобы никакие волосёнки у меня не тянули. И дальше идёт резинка. Такая же широкая для папильоток. Сделали. И следом пойдёт ещё одна бумага, уже пластиковая. Можно пластик не использовать, но у нас то снег, то дождь. И в общем-то у меня собаки ведут насыщенный активный образ жизни большую часть времени. Скачут по траве, кустам и так далее. И их шерсти, конечно, требуется дополнительная защита. Я делаю сверху пластик, потому что от бумаги просто ничего не остаётся. В высоту должно быть две высоты вот этой папильотки. Соответственно, я могу ещё смело в два раза разрезать. На самом деле, материал многократно используется. Просто так случилось, что к съёмке и показывать приятнее из нового материала. И очень сильно запачкался весь тот материал, который у нас был к сегодняшнему дню на собаке. Оборачиваем, сгибаем и вот таким вот образом сверху опять на несколько оборотов. Здесь уже у меня три оборота получилось. Фиксируем. Всё. Патриотка готова. И таким образом я буду заплетать длинную шерсть до лопаток моей собаки. Ширина сохраняется вот как от основания хряща уха до второго хряща. По такой же ширине я буду вести всю хряща. Ну что я доплела до основания лопаток. Вся шерсть которая у нас за лопаточками у нас будет еще три где-то прядочки но эта шерсть будет уже на резинках то есть здесь нам не нужна такая длина это все стригается при стрижке шара является каркасом наши гривы при укладке поэтому более короткую шерсть мы завязываем на резинке чтобы она не спуталась потому что все-таки ее здесь достаточно много но уже без пластика на что важно обратить внимание при заплетании попельоток я возьму более мелкие резинки которые лучше подойдут для шерсти старайтесь попельотку вязать максимально близко к коже старайтесь делать равномерные шаги и не стягивать шерстью основания то есть чтобы собака от наших попельоток видите чтобы они были мягкие подвижные и ничего нигде не тянуло иначе если вы затянете какие-то волоски собаки будет тянуть и она всеми способами будет стараться эти попельотки себя удалить рыжи но еще момент важно чтобы собака при заплетании лежала ровно вот рыжкин у меня сползает на один бачок соответственно бывает заплетешь собака встает а у нее по диагонали все это ушло ну и довольно сложно пережить тот момент когда у собаки у щенка отрастает шерсть вот эти первые резиночки мы начинаем сначала завязывать на резинке как вот здесь вот сейчас внизу шары я показываю а потом уже постепенно шерсть дорастает длиной до попельоток а мы переходим на попельотки как ни удивительно у каждой собаки своя чувствительность кого-то попельотки жутко раздражают и собаки хорошо носят резинки кого-то наоборот резинки снимают путаются а попельотки носят поэтому о каждой собаке индивидуально вы узнаете методом проб и ошибок последняя резиночка и пока плела у меня кожа на руках такая стала знаете увлажненная увлажненная в нее впиталось крем масло прям прекрасно сходила на процедуру последняя резинка у меня идет вот сюда я вот эту копну с головы фиксирую на первую попельотку чтобы она не лезла в рот в миску в общем-то не мешала собаке все ты молодец вставай показывайся ты молодец и вот такая друзья процедура еженедельно ждет владельцев выставочных пузелей ну что дорогие друзья на сегодня все не забывайте поддерживать наш проект если вам было полезно все то что вы узнали увидели в этом видеоролике если вас заинтересовало что-то из продукции которую мы использовали в описании оставлю контакты нашего менеджера интернет-магазина которая поможет вам с подбором поможет оформить доставку а по промокоду азбука вы получите дополнительную скидку на косметику инструменты и всевозможные средства по уходу за шерстью ваших собак все до новых встреч